Студенческий стартап это программа, реализуемая фондом содействия инновации в рамках федерального проекта платформа университетского технологического предпринимательства. Ее цель – грантовая поддержка стартап-проектов студентов российских вузов. В 2023 году победителями в конкурсе стали 63 студента Казанского федерального университета. Направления у всех работ разные – от профориентационных и литературных до направленных на решение медицинских проблем или посвященных искусству. Так, например, выпускник высшей школы журналистики и медиакоммуникации Илья Андреев получил грант в 1 миллион рублей. Проект Ильи – молодежная стриминговая СМИ. Актуальность работы заключается в создании контента, направленного в сторону молодежи. Выпускник Казанского федерального университета ведет активную работу в журналистской деятельности. На протяжении трех лет он работал на университетском телеканале КФУ «Универ-ТВ», ввел выпуски новостей на русском и английском языках, а помимо этого работал корреспондентом и ввел свою историческую рубрику на телеканале. Сейчас Илья плотно взаимодействует с радиостанцией «Серебряный дождь». Я бы посоветовал проходить стажировки в крупных СМИ, работать, практиковаться, потому что когда вы набираетесь опыта и сейчас работая, руководяясь самым направлением на «Серебряный дождей», уже что-то я понимаю, что бы хотел применить в этом проекте. Это раз. Второй момент – это принимать теоретические знания в университете, потому что ту базу, которую нам дали в КФУ и на кафедре телевидения, телепроизводства, она очень большая. Вот эти первые два курса, которые особенно были направлены на теоретические знания, они очень важны. Я посоветовал максимально окунаться в учебу, потому что то, что нам дают, те задания, которые дают, они очень важны. Как отмечает Илья, чтобы создать конкурентоспособный проект, необходимо тщательно подготовить теоретическую базу. По его словам, первое, что нужно сделать – обозначить актуальность своей работы и цели. Илья отмечает, что неотъемлемой частью успешной работы является сплоченная команда, для которой первостепенная – это результат. Нужно аккумулировать вокруг себя классных ребят, которые помогут подготовить проект, потому что очень много особенностей, особенно именно в этом проекте, который мы выиграли, с точки зрения документальной, с точки зрения технической, с точки зрения детальной, детальной проработки каждого аспекта, потому что деньги большие, там 1 миллион рублей, и нужно все расписать очень грамотно. Поэтому я очень благодарен тем преподавателям, которые подключились к моей идее и докрутили ее, и написали, помогли. Там Лидравильна Хузеева, это Шакурова Альбина Римовна, которые в сжатые сроки, буквально за сутки, за несколько суток смогли подготовить те документы, благодаря которым мы, собственно, и победили. Обладатель гранта отмечает самый сложный и ответственный этап – подготовка документов. Здесь важно правильно оформить свой проект и расписать необходимые средства для реализации стартапа. Чтобы пройти конкурс от начала и до конца победы, необходимо четко понимать ключевую идею своего проекта и, конечно, грамотно отвечать на вопросы членов жюри. Сложный этап был подготовки документальной, потому что мы делали все же в сжатые сроки, чтобы это документально все правильно оформить, потому что идея проекта есть. Я даже направлял эту идею в Министерство науки и высшего образования, Фольков ознакомился и поддержал и так далее. Но все это подстроить именно под формат фонда содействия инновациям, расписать это все более детально, более конкретно, это, конечно, в этом задача большая была, благодарность в этом и есть сотрудникам кафедры телепроизводства, это Леонид Равильна Хузеева и Альбина Римовна Шакурова, которые помогли на самом деле все это с точки зрения научной, технической и правильной, с точки зрения оформления все это подготовить. Отметим, что 242 проекта победителя представляют Татарстан. 63 из них инициировали студенты Казанского федерального университета. Больше всего счастливых обладателей грантов в Институте филологии и межкультурной коммуникации – 10, в Институте информационных технологий и интеллектуальных систем – 9, а также 9 в Институте управления экономикой и финансов. Аделина Абдрахманова, Универньюс.